Привет всем! Сегодня я вам делаю подарок. Сегодня вы вместе со мной посетите Филадельфию. Я живу в штате Пенсильвания, в 35 километрах от главного города нашего штата. Филадельфия и есть первая столица Америки. Именно здесь в 1776 году была провглашена независимость колонии от Великобритании. Я редко бываю в центре Филадельфии, но вот вчера случилась такая оказия, и я решил сделать специально для моих друзей экскурс в этот важный для Соединенных Штатов исторический город. Вот представьте себе, что вы сидите рядом со мной в машине, и я вам показываю, рассказываю об улицах и достопримечательностях города. Сейчас мы едем по трассе номер 95. Эта дорога проходит по всему восточному побережью Соединенных Штатов, и начинается даже из Канады. То есть, если ехать из Монреаля, например, в Вашингтон, а потом в Майами, то в основном именно мы будем ехать по этой дороге. Сейчас мы подъезжаем к Филадельфии, и вы уже видите очертания этого города. Как вы понимаете, у каждого города своя архитектура и свой дух, своя энергетика. Название города Филадельфии переводится с греческого как город братской любви. Действительно, в Филадельфии живут люди более чем ста национальностей и всех цветов кожи. К сожалению, некоторые видеоблогеры наживаются на негативе. Почему? Да потому что многие люди любят запахи говна, и они смакуют, глядя видеосюжеты из района Кенсингстон, который тоже находится в Филадельфии. Вы, наверное, слыхали об этом. Это такой притон, это гетто для наркоманов и алкоголиков. Это полный кошмар. Когда-нибудь я вам расскажу об этом, но не в этот раз. В этот раз будет позитив. То есть покажу вам нормальную, реальную жизнь города Филадельфии. Я покажу все как есть. Я не буду ни приукрашать, ни чернить. Просто смотрите сами и определяйтесь. А самая главная историческая достопримечательность Филадельфии это Индепенденц Холл. Это Холл независимости. Здесь была подписана декларация о независимости американских колоний от Великобритании. В нескольких следующих сериях я покажу и расскажу, как зародилась идея о создании Соединенных Штатов Америки, кем были отцы-основатели Соединенных Штатов и как они создавали эту новую нацию. В первых сериях мы посетим музей Конституции США, а также плазу, которая находится перед Индепенденц Холлом. Это прекрасная фотография сделана со стороны арт-музея, музея искусств. Здесь виден Сити Холл в Филадельфии. Потом я оставлю машину, мы будем ходить в этих местах, и вы будете смотреть вблизи. А это кинозал, который находится в Индепенденц Холле. И здесь кадры из улиц Филадельфии. Вот вы увидите колокол свободы, памятник рокка, арт-музей. Мы везде походим, а это Индепенденц Холл. Я вас поведу по всем этим местам. Но самый знаменитый человек в Филадельфии, конечно же, Бенджамин Франклин. И я просто не удержался, и, конечно же, сфотографировался с ним. Он в 1776, а я в 2023. Вы, конечно же, слыхали о первой поправке Конституции США. Это, наверное, самое важное. То, что мы здесь, в Америке, можем свободно выражать свои мысли. Говорится, надо лучше хорошо что-то сделать, чем пустые слова разводить. Вот так. Вот здесь Карпентер Холл. Бенджамин Франклин музей. И уже Холл. Готовятся. А как же без Холл. Без Холл. Без Холл. Никак. Здесь продаются билеты в национальные парки. Вот, визитер-гай. Можете взять один? Спасибо. Спасибо. В основном, сувенирные магазины. Вот выход. А вот как раз Холл. Мы выйдем туда. Посмотрим, или здесь кофе есть. О! Филадельфия. Филадельфия – это город американской революции. Именно здесь зародились Соединенные Штаты. Здесь фотографии всех президентов, и, конечно же, фотография Байдена, действующего президента. Важная информация. Отцы-основатели США. Их было семь. Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Джон Адамс, Бенджамин Фрэнклин, Александр Гаммилтон, Джон Джей, Джеймс Мэдисон. Какие же важные функции выполняли эти люди? Они руководили и добились успеха в войне за независимость от Великобритании. Они генерировали либеральные идеи и провозгласили Декларацию независимости. Они провозгласили республиканскую форму правления, определенную в Конституции США. Именно они явились ключевыми основателями еще в 1973 году, до революции 1976 года. Столько прошли тройное испытание на лидерство и проявили истинную государственную мудрость. Отцы-основатели очень часто спорили между собой относительно государственной политики и основания новой нации, но всегда были единодушны в поддержании принципов, основополагающей идеи Соединенных Штатов Америки. Вы видели, как служительница музея помогала мне понять, что же действительно происходило в то время. Сейчас я вам покажу, что происходит с моим каналом в Ютьюбе. Видите, за 90 дней меня посмотрело 19 тысяч человек, 1078 часов, и заработал я, как вы видите, примерно 3 доллара. Так что пишите, может я заработаю еще один доллар. Смешно, конечно. Это понятно, что, конечно. Красиво-стополь!